День добрый, панове! Витаю, что у нас подождут. Так, сегодня на нашем тесте опять Крета. Но сегодня, в этот раз у нас, как просили, самая простая... Ну, не самая простая, а комплектация с 1.6 мотором на переднем приводе и балкой сзади. Отдельное спасибо хочу сказать нашему автоцентру Хёнде в Минске, компании Автоград. У них открылся новый автоцентр на Гинт Авто 1. В Руче мы сегодня здесь берем нашу новую Крету. Это, значит, 1.6 балкой. Комплектация, я сейчас проверил специально, это Элеганс. У нас 1.6 на механике, но это максималка для нее, для этой 1.6 доступная. То есть, конечно, у этой машины была у нас недавно топовый двухлитровый вариант с полным приводом, с полным фаршем, с автоматом. И та машина, конечно, с многорычажкой мне понравилась, хотя бы потому, что она хорошо, приятно ехала. Здесь самый барабан, который будет покупать чаще всего. И вот этим он интересен. Надо ее покатать, проверить, потому что именно балка сзади, лично меня, больше всего этих машин пугает. Ну вот, обратите внимание, вот наша подвеска, вот как это здесь скомпоновано. Возможно, больше похоже на Сол, потому что, ну, на Солярис совсем не похоже. Хотя, хотя ступица, ее размеры очень-очень-очень мне напоминает то, что я уже видел на Солярисе. Вот здесь все очень аналогично. Амортизаты стоят вертикально. Это, конечно, ничего не меняет, на самом деле, в поведении машины, только не установлены, но надо отметить, пружины, чашки, все остальное хорошо. Каких-то проблем здесь найти я не могу. Балка довольно-таки мощная. Кстати, с торсионом внутри, ну, таким типа а-ля стабилизатором, усиленная, скажем так, балочка такая. Но она другая, она другая, и это, наверное, хорошо. Потому что на Солярисе все-таки балка достаточно кривая, и даже по сварным швам там было видно, что варилось на колхозно. Здесь вот все сварные швы выполнены достаточно аккуратно. Это плюс. Ну и мощные сайлентблоки. Там дальше кузов крепится. Все достаточно неплохо. Впереди все абсолютно одинаково. Никакой разницы здесь нет вообще. Единственное отличие, что в туннеле, там где у полноприводной креты шел карданный вал, здесь расположена выхлопная вся система. Потому что в прошлый раз я рассказывал, что эта машина создана на базе машины Hyundai i20. Она выпустилась в Индии, Китае, как iX25. И к нам уже пришла как крета. То есть, по большому счету, i20 это одно и то же. Какая крета? Для лохов. Арнольд, что ты в кадр лезешь? Петр Арнольдович с нами сегодня. Приветствую. Витаю, шаноны. Бонжур, хлопцы. Какая крета? Крета, так, как говорят у нас на селе, это для лохов карета. Правильно? Не, может быть и нет. Я считаю, что надо брать аудюшечку дизельную в универсале. Ну, я уже продал все свои аудюшечки. Поэтому сегодня завитал к своему такому, так скажем, новому приятелю, к Андрею, который любезно пригласил меня на свой такой интересный вельми канал. Честно говоря, я очень слушаю его иногда речи и немного не понимаю, о чем он чешет. То есть, некие фазы, некие там сдвиги, туды-сюды. Нам какая разница? Нам главное кап, кольца на капоте были, багажник большой, бульбу накидал и поехал, попер. Все. Какая крета? Дизельная, нахуй дизельная, не? Нет, нет. О чем вообще тут можно разговаривать? Ну, давайте посмотрим. Просто народный автомобиль. Давайте глянем на новый просто народный автомобиль. Я у меня же всегда это, экстерьеры, фокс-терьеры всегда в канале. То есть, я люблю и спереди, так сказать, и сзади. Да? Ну, как нормальный любой мужик, правильно? Что я могу сказать? По внешности автомобиля, внешность, конечно, такая, не кричащая автомобиля. То есть, она довольно скромная, скромняшка, я так назову, да? Плюс, явно, он перейдут по своим габаритам, да? То есть, я еще внутри как бы не сидел. Ну, я говорю, пустишь же меня? Куда-куда он денется? Пусти ключ у меня? Вот. Я что, сяду и поеду куда-то далее? Внешность вполне достойная автомобиля. На самом деле, да. И он, конечно, по внешним своим характеристикам не тянет на какой-то премиум. Но он и не заявляет об этом автомобиле. Он не премиум. Он за честные там какие-то небольшие груши, да? Вот. Он, в принципе, немножко мне что-то в сводах и во всех этих делах. Вот тут вот. Особенно стоечка. Это черная, кстати. Очень интересно сделана. Я вот здесь, если все убрать, то немного что-то в Skoda Yeti вспоминаю, да? Ну, что-то... Ну, СААБ может быть чуток, да. Но если вот убрать вот так вот, да, черная стойка, белая крыша, Skoda Yeti. Не дай бог мини-купер, конечно, но все же. Вот. Поэтому, ну, такой вот мини-мини Mitsubishi ASX, вот так вот скажем. А все-таки мы помним, что кожный беларус сегодня мечтает о чем? Правильно. О стабильности, которая у нас и так есть. И главное, он мечтает о новом автомобиле. А это? Новый. Правильно? Новый? Конечно, новый. Я вижу, что новый. Незамызганный, незатасканный. Вот. У него большие зеркала заднего вида, что, в принципе, еще большой плюс для новоиспеченных водителей. Вот. Потому что это же не телегой рулить. Надо же куда-то и по сторонам трехи башку поворочить. Зеркала большие. Очень большие ручки, на самом деле, по пьяни не промахнешься. Ну, как не захочешь. Вот. Ну, и в целом он довольно достойно сделан. Пластиковая защита сделана, пластиковая защита дверей, пластиковые подарочники вот эти вот сделаны. То есть, в целом, автомобиль дерзкий. Дерзкий? Дерзкий, да. Дерзкий. Нет, по-другому не скажу. Дерзкий. Ну, а вы что скажете, шановный пан? Ну, что мне сказать. Вообще, на самом деле, меня больше интересует техническая часть, как всегда. Я все-таки продолжу про мотор. Давай. Потому что мне это больше всего нравится. Я хочу сказать про мотор такую штуку, что это, на самом деле, двигатель 1.6. Многие думают, что это мотор-солярис. На самом деле, это не совсем так. Ну, что, Арнольдович? Да, поможи. Тяжелый, кстати. Капот здоровенный, такие тяжелые, на самом деле. Капот, ну, знаешь, я люблю за качество, да, вот. Люблю, как, хлопнуть прям. Опа. Не консервная банка? Ну, как тебе сказать? Не, нормально. Нормально, да. Ну, трохи хотелось бы, опять же, калиб было тут трохи шумоизоляции побольше, да, резины трохи. Уплотнители. А ее, кстати, здесь нема. Вот. То я думаю, что он бы, ну, тут есть трохи, да, ну, для виду прилепили. Ее он бы шваркнул бы помягче немножко. Вот так вот, шлеп чуть-чуть, вот, да. И здесь вот. Я, знаете, как оцениваю, как я оцениваю, когда красиво дверка закрывается, когда закрывается капот. Какий звук должен быть, как бульбочка на тарелку, так шлеп падает, зваренная. Вот это вот. Короче, моторчик, да. Самое интересное здесь то, что... Арнольдович, ну-ка, давай свою эту самую шапку. Короте. И вот самое интересное здесь это то, что этот мотор не на самом деле не соляриский. Они все, конечно, сделаны на одной базе. Они все, конечно, похожи. Блок там, пенек одинаковый. Но это мотор Сида. Отличие принципиально в том, что вот здесь стоит уже второй позовращатель. И вот видно вот управление на него, которое идет сверху электронный. Вот этот соляной клапан, который управляет этим позовращателем. Но в этом моторе реально лошадей где-то на пяток больше. Самое главное отличие по ощущениям, он еще более эластичный. У него еще, как бы, больше, как бы, приход сверху. Он более равномерно едет и докручивается до самого конца. Если на солярисе мотор кончался где-то на 6600, и, в принципе, потом уже немножко затухал, то этот крутится до конца вообще. То есть, пока его, собственно, электроника не начнет обрубать. Здесь, конечно, отсечку было бы очень интересно задаем дальше. Вот, еще раз повторюсь, это мотор немножечко не солярисовский. Как бы вы ни думали, он немножко едет повеселее. И еще отмечу, потому что здесь видно, во-первых, здесь места побольше. Очень хорошая же сейчас, вот видно, очень хорошая шумка переборки моторного отсека. Если передняя корыца, ну, сейчас Арнольд лишь нам кто-то пройдется по этому делу. Вот здесь реально как тазик такой, понимаете? Ничего, все голое, таким пластиком все как-то совсем как бы неуютно, понимаете? Холодильник Атландский, наверное. Холодильник Атландский. То вот здесь, конечно, вот здесь уже не сэкономили, и это прям заметно, потому что моторчик маленький, где-то там швейная машинка Зингера потерялась в этом моторном отсеке. И все видно хорошо, действительно сделано добротно, на мой взгляд, на мой взгляд. А ты что думаешь? Слушай, пан, ну так ты и наговорил, что некие фазовращатели сюда упердолили, там, туда-сюда, как бы некие фазы вращались, что кобыл на пяток больше. То у нас в соседнем сели, кобыл на пяток больше, грудастый и так надо. А что-то, я как эксперт скажешь, ну там, напихали туда еще дополнительной головной боли людям и так далее. Что по моторесурсу? Сколько надо бегать? Ну и самое плохое, что в этом моторе самое плохое? Это не дизель. Я люблю дизельок. Ну дизельок, знаешь, сам знаешь. Не, на самом деле, по этим моторам плохого сказать. Конечно, я знаю, что многие пишут и многие рассказывают всяких страхов ужасов, что моторы якобы не ресурсные, якобы не работают нормально. Но из того, что сейчас можно купить 1.6 двигатель, все же надо сравнивать относительно, понимаете? Относительно чего-то. И если говорить про этот мотор, относительно всего, что можно сейчас вот на рынке пойти, купить, приобрести, сравнивать там с фольксвагенскими моторами, как бы Арнольдович там ваги свои не любил. Вот. Но сегодня 1.6 реально двигатель, вот именно на корейцах. Ну, я еще могу Сузуки, конечно, вспомнить. А Форд? У Форда Турбо пошли везде. Не, ну а ты 106, 105 кобылок и 1.6 на фокусах. Ну, а здесь 123. Ну, трохи более, ну, так а что, 123? Ну, да, 123. Ну, это тоже, кстати, не такой же шикарный мотор. Там тоже же много вещей, которые, на самом деле, довольно больные. Ну, конструктивно, это старый мотор, да? Конструктивно. Да, это старой школы мотор, достаточно простой. Да, конечно, нельзя сказать, что это мотор из 80-х. Это современный двигатель, но именно идеи заложены из еще тех 90-х годов в этом моторе. Потому что еще и копнуть глубже, это, на самом деле, вообще мотор берет на свои корни от митсубишевских моторов, старых, простых, да? И митсубишевская школа именно в Хёнд ощущается очень сильно. Поэтому, на самом деле, мотор, опять же, я второй раз повторюсь, я в предыдущем видео это рассказывал, он собран и приспособлен под работу на маслах Сай-20. Понимаете? То есть, это действительно мотор, который может ехать на Сай-20. Это большой, на самом деле, серьезный показатель. Именно для моториста это очень круто и хорошо. Ну что? В принципе, с мотором все понятно. Агрегат, в принципе, неплохой, судя по всему, да, на самом деле. Дополнительные это хазо-мазо вращатели какие-то там, да, установлены, как бы там кобыл трохи больше пришло вам. Вот. Знаешь, что нужно, чтобы больше кобыл у тебя было? Какий мотор нужен? BMW. Вот тогда кобылы будут просто так и налезть в салон, будут, не уместишь всех кобыл. Да-да-да, на кобылах будешь. И даже, кстати, с очень небольшим объемом. Конечно, тут вот немного халтуры, согласись. Ну, здесь, да, вот халтура. Тазик, да, вот здесь действительно. И вот это, да, бачишь? Вот так. И мне кажется, что если по пьяни, так можно и вырвать. Слишком длинный рычаг сделан. И там слишком хлипкий механизм. Экран этот весь, вот он вот сделан, конечно, так похабно. Это является частью бампера. И вот здесь есть похабности, да? Вот эти вот, да, да. Литьевое опросование на заводе, когда проходит. Потом, конечно, в хороших, дорогих машинах все это еще делают. Порошковую обработку. Детали в специальных гранулах ворочаются. Заусенчики. Заусенчики убираются. Здесь, конечно, можно, как бы, пальчик покалечить. Ну что, померяем толщину локрачного покрытия. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Как обычно, вот самое, что вот поддается камням облазит, это кромка капота. Вот что у нас здесь с ней, да? Вот смотрите, пожалуйста, 60 микрон. Видите? Вот вам, пожалуйста, толщина локрачного покрытия. Но, если мы посмотрим чуть дальше, вот здесь уже 110 микрон. Уже немножко поменьше. Вот так вот неравномерно покрашен капот этой машины. Давайте перейдем к кромке лобового стекла. Опять снова самое уязвимое место. Опять 60, ну, 65 микрон, да? Перейдем немножко дальше, посмотрим, что там. Здесь уже 80-90. Но больше всего страдает. Это, собственно говоря, вот здесь вот краешек у самого стекла. Давайте посмотрим арочки, посмотрим, что там. Вот арка, тоже самое уязвимое наше место, да? Пожалуйста, 80-75 микрон. Давайте посмотрим сзади. А удюшечка толще была. Ну, а как ты хотел? А со шпатлевкой, так вообще, не пробьешь? Ну, 75 микрон. 75 микрон, ну, вот так покрашено. Вот так покрашено на наш кредот, наш Hyundai. Ну, что сказать, по покраске, действительно, не самое сильное место у этого автомобиля, не самое сильное звено. Я тут не буду его там крить душой. И скажу, что здесь, действительно, нужно как-то прикладывать руки. Можете обработать. Я не знаю, что посадит владельцам. Но обратите на это внимание, скажем так. Как? Так, новую машину купил, таки перекрашиваешь? Ну, ты же не Audi купил. Ну, это понятное дело. Ну, Audi сейчас, кстати, тоже, да, грешат на самом деле. Да, у всех сейчас. Все сейчас красит. Будем объективны, да. Будем объективны, что Audi тоже, как прибор, откуда? Польский? Да. Польский, да? Польский, польский. Фальшивка. Фальшивка? Ну, польский, это что они там, что они могут зарабить поляки-то? Зацепил, я так понимаю, да, профессиональную гордость. Не, так меня же затроллят, да? Да кто тебе затроллить? Ты что? Ты мне покажи его, кто тебе затроллить. Ну, калибровочную пластинку давайте проверим. Вот пластиночка. Вот кусочек металла, да, пустой, чисто, без ничего. Вот давайте проверим, что у нас получается. Вот, пожалуйста, 150 микрон. Люди гибнутся за металл. Вот. Вот вам калибровочная пластинка. Ноль. Чтобы вы убедились, что здесь ноль. Вот, пожалуйста, ну, вот пальцы шевелю там, вот вам ноль. Ноль минус один. Прыгать немножко. Как говорил Виталик Лешко, используйте двери, чтобы проходить сквозь стены. Вот так вот. Вот. Ну, что я могу сказать по дверям? Ну, двери как бы тяжелые, согласись. Закрывается. Что тяжелое, но, знаете, есть еще фокус на самом деле. Тяжелая от петель, это конечников может чувствоваться, что она тяжелая. Коли ты ее снимешь, она может як пух быть. Ну, закрывается, хорошо закрывается. Вот. Нет, это я... А, смотри, тут шумка. Если сейчас открыть заднюю дверь, то она закроется нормально. Воздуху будет, наверное, куда выходить, правильно? О, закрылась. Ну, закрываются двери, ну, честно, надо сказать, очень приятно. Согласись, да? Согласен. Я скажу, что не хуже, чем в аудюшечке закрываются. Правда, это правда. Знаете, я вам скажу одну вещь, Арнольдович. Да, давай. Короче, была проблема у Солярисов, когда в заднем бампере были плохо прорезаны жабры. Вот. Это рамка, вот тут вот, вот этот вот пластик. Пластик. А, так это не пластик. Это пленочка. Ну. Это пленка. Ой, притом, ой-ой-ой-ой-ой, глядь. Она клеена кривая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это же машина не за 50 тысяч. Смотри, что, как она наклеена. Вот и глянь, она слезает. Ё-моё, японский, корейский бог. Что ж такое? Трохи, оно трохи не доходит местами там, да, конечно. Но это можно руками самому упаковать, доукомплектовать и так далее. Ну, покрашено нормально. То есть, шагрень заводская, ну, присутствует. То есть, ну, тут особо ничего. Нету пыли, влагозашиты дверей, так называемые. Когда резина, как в аудюшечке, я помните пока. Ну, вы же меня не бачили, но можете со мной потом на моём канале познакомиться. Аудюшечке резины всё зашито здесь. И тогда порог, фальш-порог пластиковый, остаётся чистым. И вы, когда вот садитесь, да, приятно присесть в машинку, вы вот так вот свою джинсу там ливайсуете, какую-то другую дорогую вещь с рынка, там, кто где, я не знаю. Вот. Вы не пачкаете. А в этом случае зимой у вас всегда будут угандошены штанишки ваши. И будет так себе, на самом деле. Хватит смотреть снаружи и хлопать дверями. Давайте посмотрим, что здесь. Потому что, на самом деле, я это всё уже рассказывал, обозревал уже по поводу того, что у нас по архитектуре есть. По посадке, по креслам, по спинкам. Здесь всё примерно то же самое, на самом деле. Единственное отличие, что здесь уже тряпочка такая. Такий простый анушный салон, как я его называю. Ну, придираться сильно не буду, потому что боковая поддержка, поддержка под ноги, подушка не сильно такая уже прям короткая, чтобы пугало. Причём, обратите внимание, конечно, не самая простая комплектация в этом 1.6. Может, у нас для Беларуси немножко это всё по-другому компонуется. Тем не менее, по посадке у меня вопросов никаких. Я за рулём сел достаточно удобно и по ногам всё хорошо. Но хочу обратить внимание вот на вот эту вот хреновину, понимаете? Вот. Не то, чтобы передачи переключались как-то там туго или плохо, или наоборот мягко, или непонятно. Всё достаточно чётко и хорошо. То же самое у меня было в том же Солярисе. Но вот эта вот мешалка, она стала высокой. То есть, если раньше палочка была чуть-чуть пониже, ну, в Солярисах, в Рио, там, не знаю, в Акцентах, то здесь, здесь вот эта вот палка уже просто прям торчит, блин, понимаете? Прям торчит, прям как в Рено, на самом деле, да? И вот это меня лично немножечко сразу расстроило. Я вспомнил, знаете, что я вспомнил Соул. В Соуле такая же была беда. То есть, во всех Киах, Хёнда, современных, переключаясь передачи, ну, почти как в Ауди. Оно сейчас мне не даст соврать. Почти как в Ауди. Но здесь вот за счёт того, что именно палка слишком высокая, это немножко скрадет. Во всём остальном, повторю снова, потому что я тоже всё говорил, вся вот эта вот ерунда, все эти кнопки достаточно неплохо, на самом деле, сделаны в плане эргономическом. То есть, переключать сиденья, подогревы, очень, на самом деле, приятно, понятно по руке. Даже вот в Муране недавно я тестировал, даже там вот эти кнопочки были сделаны хуже. Всё остальное, даже подогрев руля, который раньше, подогрев руля был вынесен, там хер знает, где надо было руку выкручивать, выгибать. Сейчас он кнопочкой, ну, я уже говорил, кнопочка отдельно здесь находится, тоже, знаете, удобно, хорошо сделано. Один момент хочу отметить, что мне не понравилось. Ещё я вот, может быть, в предыдущем обзоре про кредит не говорил, мне не нравится, как сделан бардачок. Потому что вот это, как раз, вот это сделано дёшево. Вот здесь заметно. Если у Каптюра очень дёшево сделан бардачок здесь сверху, который открывается вот так вот, бам-бам-бам, вверху, да, то здесь вот мне не нравится вот эта штука. Она здесь вот, здесь вот дёшево. По остальным моментам, наверное, я придираться не буду. Давайте Петра Арнольдовича послухаем, что скажет он. Крэта, крэта. Ну, так себе, карэта. Вот. Ну что, в принципе, я с Андреем, как бы, в целом-то согласны, да, то есть при моих габаритах, да, при моём метр девяносто, мне сидеть здесь на самом деле удобно. К горизонтальной и вертикальной, так скажем, подстройке руля надо всё-таки отметить то, что здесь я уже проверил, подстрелил довольно большой ход регулировки сидения. Да, но он механический. То есть лапкой маслайте, собственно, вниз, вверх, туды, сюды. Вот, это всё есть. То есть, ну, всё механическое. Регулировки механические абсолютно. По кнопочкам, ну да, то есть они староверческие все. Они староверческие, но действительно сделаны очень-очень-очень приятно. Но они, по-моему, по дизайну сняты один-в-один у Kia того же, этого самого, у Hyundai Solaris один-в-один только что. Вот этот блок весь раньше был там. Ну, хотя здесь тоже староверческие кнопки остались. Яркость салона, подсветочки салона, там, этой самой, кокпита. Обогрев стекла сюда вынесен и отключается ESP. Вот. Ну, собственно, как бы, вот и всё. Единственное, что мне, конечно, лично непонятно. Зачем? Вот это вот, вот здесь часы эти, зачем? Для чего? Это как в Toyota Camry, честно говоря. То есть, здесь отдельно, они здесь воткнули часы. Ну что, нечего было больше воткнуть сюда? Да ничего не надо было здесь делать, потому что эти часы, ну, к чему они здесь? 14.44. Человек, который купил такой автомобиль, он счастлив. А счастливые, как известно, часов не наблюдают. Подсветочка салона, именно приборной панели, она белая, она приятная, она очень напоминает Audi, на самом деле. Вот, а четвёрочку там не очень. Люблю, несмотря на все эти... Я вагу многое прощаю, да? Но, когда ты в автомобиле за определенную сумму денег поворачиваешь руль и лицезреешь здесь, кстати, укрученные саморезы, какие не спрятаны, нияк, уже немножко становится так себе. Ну, уже настроя, так сказать, нет. Уже не весело, да? Вот. Ну, руль приятный, ухватив приятный. Руль сделан уже под анатомию, да? То есть, ну, это немаловажно, на самом деле. Приятно управлять автомобилем, когда у него приятный руль. Подлокотник тут есть, да? И рундук глубокий тоже имеется, да? И там даже некий войлок внизу по стивиле, как бы, да? И подстаканечки, всё. О, молодцы, подумали, хорошо. Это дозиметр у нас здесь, просто в радиоактивной зоне. Оно другому не мешает, как бы, подстаканники. Но подстаканники маленьких размеров, мне кажется, сюда бутылочку уже не поставишь. И без фиксатора. Штляночка 0,5 влезет, да. Почему длинные сделали селектор? Почему? Потому что не опускается подлокотник. Представьте, если бы он был короткий, но я тут уже сидеть неудобно. А так у вас, получается, рука находится практически параллельно полу. Мультимедийная система. Да, на его они во сне, не дай бог. Нормально сделан цветной дисплей, и он сюда просился, на самом деле, да. И в целом, как бы, тут они не сэкономили. Климатическая установка тоже всё. Но цвет белый надо было делать, а не синий, я считаю. Да, чтобы всё было. Уже здесь белый, здесь белый, здесь белый, а здесь синий. Зачем? И часы эти синие. Зачем? Усе, усе радости жизни для современного хипстера-тусовщика, молодого хлопца, который любит музыку, как и я, группу песняры, сябры и так далее. Здесь есть AUX, USB-шечку воткнули, поехали. Всё это есть. Мультимедийная система здесь полная. Когда у нас машина перенеприводная, особенно здесь же ещё важно, что на полнопривод здесь будет нагричажка, а у нас здесь балочки. Давайте вот посмотрим всё-таки на асфальте, как она себя ведёт. Она просто, ребята, скользит мордой. Я, честно говоря, очень, конечно, дикая шторда. Что, Арнольд? Страшно? Страхи. Не, ну я страшно, я у трактора переворачиваюсь. То есть она никуда не едет, она просто конкретно скользит мордой. Арнольд, что она уже речь отнялась, но она реально просто скользит. Она никуда не едет. Простановимся, трохи. Укачало хлопка по ходу движения меня. У них свежие драники были. Живой? Прекрасно управляется. Прекрасно? Да он плужит мордой. Ну, плужит трохи, да, как лыжник на склоне. Ну и что? Ну, плужит. Нет, ну, разве этот автомобиль рассчитан на такие, так скажем, кровоизлияния вот эти вот? Я тебе скажу, что если взять просто вот Солярис в хэтчбеке, Солярис, вместо которого, кстати, запускают эту крету, освободили на конвейере место, правильно? Ну да. Запустили эту крету вместо хэтчбека, вместо Соляриса хэтчбека. Я вам скажу, что Солярис в хэтчбеке поехал бы, вот в таких условиях даже был лучше интереснее. Здесь именно полного привода оно очень не хватает. Ну, Солярис поехал, потому что он ниже, на самом деле, центр тяжести у автомобиля, что ли? Ниже, правильно? То есть, естественно, управляется лучше и короче, наверное, все-таки ход подвески, там, амортизаторы другие. Даже Арнольд же это разумеет. Да как это Арнольд же? Да, Арнольд же много что разумеет. Дело все-таки другому. Автомобиль не позиционирует же себя как супер-мега такие зажигалка, да? Он же позиционирует себя как... Хотя нет, ну, как же? Рекламные слагаем 100 глазик. Во-первых, это стиль и обуздает эту мощь, да? Там, по-моему, как-то так написано. В принципе, попробовали только что обуздать. Ну, я-ка, ну, обуздалась так, трохи? Ну, так. Или, в принципе, нет желания обуздать эту мощь? Сложно сказать, потому что, на самом деле, 1,6 мотор. Ребят, какая нахер тут мощь? 123 лошади. Да, два возвращателя. Но, тем не менее, ребят, ну, самое главное хочу отметить, что, несмотря на то, что балка сзади, в принципе, меня машина не пугает. То есть, если я на Солярисе, я тут же буквально в первую же неделю побежал в гараж и начал эту машину перепиливать, переделывать от того, как там криво ехала задняя балка, то здесь, то ли это вот этот электроусилитель, который действительно сейчас вот налился тяжестью, то ли здесь что-то действительно по-другому сделали в этой балке, в архитектуре этой балки. Но пока я не чувствую беды. Пока едет. То есть, зрители бачили, что твой Солярис, да? Ну, да. Троху едет. Ну, я трохи, да. То есть, просто так немножко сказать между делом, что, так скажем, имел честь на штурманском, так сказать, кресле. Вот. И, конечно, да. Адреналин, запах моего адреналина разносился по салону. Вот. Но я потом привык, как бы, понял, что выхода нет, что есть такие моменты. Но по шумоизоляции в целом, вот что можно сказать. Мы сейчас едем. Не, ну, услышная передача гудят. Давай шум замер... О, кстати, у Андрея есть прибор, который замирает шум. Сколько там? 72. Даже было 69. Я тебе скажу, что в твоей Ауди будет 70... Ну, 71. Ну, надо все-таки понимать, что разница в децибелах, грубо говоря, что такое децибел. Это некие такие мифические шишки. И разница 5 и 10 децибел, это не значит, что 10 децибел это ровно в два раза громче, чем 5 децибел. Правильно? Вот. Поэтому это я в защиту Ауди сейчас просто пару слов буквально на тех знаниях школьных, что имею, так сказать, и что езжу. Вот. Поэтому... Но в целом, по шумоизоляции я ожидал худшего. Особенно, вот, еще раз повторюсь, мотор. Потому что 1.6, он, конечно, постоянно жужжит. Мы его постоянно крутим, потому что эту машину надо заставлять ехать. И вот, если еще мы слышим подвеску, как она работает, именно подвеску, да? Ну, слышно, как она грухает вот так немножко снизу, да? Низкие-низкие звуки такие, что-то есть, да? Да. Вот сейчас, сказать, приятный звук у машины, да? Такое ощущение, если закрыть глаза, ну, как бы не упилиться никуда, такое ощущение, что вы на каком-то рейндж-ровере ездите, да, звук? Ну, такой низкочастотный немножко. да, приятный, немножко что-то даже приятное, я бы сказал. Вот сейчас ты обуздаешь, может. Немножко по-другому ощущается именно зад подвески при поезде неровностей, то есть та крета даже немножечко сзади пожестче работала, чем здесь, вот я не знаю, чем это объяснить. Так, трекшн выключил, я даже кондиционер всякий выключил на всякий случай. Так, ну что, поехали. Тяжело идет, тяжело, тяжело идет, тяжело, совершенно тяжело. Дается этот разгон и на торможении немножечко начинает ее водить. Опять же, проблема с... 10.94, видите? Немножко более агрессивный старт, 10.94. Вот так она интересно проехала, забавно. Ну что ж, тоже результат, 10.94, причем, что официальный дилер реально льет в нее 92-й бензин, мне об этом даже сказали прямым текстом, мы считаем, якобы они считают, что это все в порядке вещей, что машина с этим справляется. Я с ним не очень согласен, конечно, но это мое личное мнение. Я столько смотрел, у меня машина, постоянно откаты, постоянно углы плавают, детонации, ну, бог с ним. Ну еще смотри, по поводу 1.6, вот мы выехали специально на трассу, да, я нажал в пол, ничего не меняется. Ничего не меняется. Скорость вообще не меняется. Я нажимаю в пол, и вот, ничего, пятая, ребята, пятая, только гудим громче. И только на четвертой, ну, правильно, немножечко, немножечко машина поехала. Это вам сейчас продемонстрирует, Андрей, как работает кикдаун. Ну, на этой машине, да, у вас будет всегда два положения педали. Если вы возьмете Кретус 1.6, у вас будет положение педали газа выключено и включено. Вот прям туда, вот в пол. По-другому она не ест. Я нажал в пол на пятой, не, я на шестой вру, на шестой, на что я вообще никуда не едет. И на пятой, в принципе, тоже ничего не происходит. Еще раз, потому что мотора на самом деле мало. Несмотря на то, что я умудрился на ней проехать даже из 11 секунд, казалось бы, 2.0 на Крети я проехал 11, по-моему, один или, сука, там с копейками, да? На автомате. На автомате, да, там был автомат. Он со старта берег себя. Он еле-еле, он не провернул колеса. Здесь я дал ей под хвост добро просраться, она, конечно, проехала из 11. Но, еще раз говорю, ты по динамике, на скорости, ее здесь просто нет. На этой машине будет ехать скучно. ну, она едет, на самом деле, если сравнить ее с Дастерами и Каптюрами, вот Арнольд, ты ездил на Каптюрах? Не, на Каптюрах не ездил. На Дастерах, ой, еще давно, когда-то даже хлопцы, вот могу показать вам шрам на пальце, остался интересная история, хлопец когда-то у Липко, извини, что расскажу. Про что я говорю, про литиевое прессование. Ручка у Дастера, я вот, один из первых людей, так скажем, из всех моего окружения, кто потрогал Дастер, так сказать, руками, так сказать, понюхал и прикоснулся вот к этому творению. А, я даже вру, это была дача. Это была дача Дастера. Это была не Рено Дастера, настоящая. Настоящая, да, да. Я порезал палец, об заусенец, який торчал из ручки двери. Вот, и я в целом проехал, вот здесь есть, да, так вот этот 1.6 на самом деле, он едет, если сравнивать с этими машинами, ну, пускай они неплохие, они имеют право на существование, но этот 1.6 едет даже лучше немножко, чем Дастер 2.0. Вот так я вам скажу. Да, давайте разгонимся. Давайте все-таки постараемся хоть как-нибудь, подождем, может быть, полдня и наберем хоть какую-то скорость. Ну, вот, набираем, набираем, набираем. У меня шоки начнут за затылком хлопать, так вот, просто аплодировать на том мастерству. Ребят, на самом деле, страшновато. Страшновато, да. Честно, она немножко уже начинает прыгать, вот, почему-то вот на многорычажке я ехал, я ехал 150 с уверенностью и комфортом, а ее никуда, ничего с ним не было. На этой, в принципе, вот 140 уже хочется немножко сброситься, нет уверенности, понимаете, она немножко, чуть-чуть, почему-то, чуть-чуть право-лево ее немножко тягает. И она немножко вот начинает ловить неровности дорожного полотна, вот именно вверх-вниз подскакивать. Вот реально комфортная скорость и, ну, все-таки, наверное, из-за балки. Где-то вот 110-120, примерно так. Ну, кстати, ты про руль еще не сказал, что уже все-таки электроусилитель, который действительно по всем законам жанра вращается просто пальчиком настоящего автомобиля и, кстати, ничего не шелкает, не цокает. В отличие от многих других автомобилей, где действительно при приближении к крайней границе начинается какая-то хрень. А здесь нет ударов, да? Ты чувствуешь? Это правда. Вот, ну что, трохи тронемся тогда, все-таки на трассе стоим тут, не будем шветить, так сказать. Я, в отличие от Андрея, все-таки приверженец спокойной езды. Спокойной езды. Этот мус-танк, конечно, не провоцирует меня сейчас здесь вытворят что-то непонятное. Вот, но... Вгудит? Ну, вгудит. Ну, знаешь, честно, я тебе хочу сказать, оно уже вот, такое ощущение, что на скорости то ли это боковой ветер так ее... Тебе не показалось, что боковой ветер трохи ее как-то как-то вихляет? Это балка. Это балка. Это все-таки балка. Не, ну как балка, ну слушай, у меня когда колеси был Вольф, третий с балкой сзади, и что? Ну, я так не вихлял, а так вот, честно тебе хочу сказать. Она высокая, ты тоже понимаешь еще разницу? Все-таки, как-то вот, правда, да, действительно, ну вообще, что 120 км уедем и чувствуется, что... Ну вот 110 у меня была платформа, больше не хотелось. Ну, руль такой, да, вязкий, чувство, ну... Искусственный, тяжесть, тяжесть не та, и как на дизельной удюшечке, как потянешь через редуктора, этот мед этот пошел и все, красиво идешь, аж шклебешь пузом по асфальту. не суть. Вот, этот автомобиль, конечно, он не для шашечек, не для шашечек. Стали в один ряд, действительно, вот я корейский пенсионер, почувствую себя, вот это сикока-сипука, все, сели и в одном ряду вы пилите на нем. Вот я уже на 6-ой передаче еду на скорость на 110, почти 3000 оборотов, вот, знаешь, и мне нормально. То есть, я вот еду себя куда-то, еду, я, знаешь, и чувствую себя нормально. Ну, у нас просто с Андреем разные взгляды на езду в целом. То есть, Андрей драйвер, он любит получить это удовольствие и прочее, 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 прочее. Я, как бы, не приверженец, на самом деле, потому что я один раз лежал на крыше уже. Ты лежал, кстати? Нет, а я лежал, мне проходилось куда-то. Спустя годы я понял, что, конечно, я не создан для такой драйверской езды, я все-таки спокойный водитель. Вот, поэтому я могу сказать, что, блин, а что я вот так вот... Как мячик-то езжал, да? а что я вот так вот действительно колбасит? Едешь и на ней и вот так вот гоп-гоп, казачок. Ну, что это такое? Что за нормальная дорога в целом? На других машинах я тут езжу и как бы нормально все. А что-то местами как-то вот ее... Либо она действительно так уже резонанс какой-то ловит действительно с неровностями асфальта. По эргономике хочется куда-то руку положить, а этот, ну, падла, падла, жесткий котник, он здесь, он жесткий такой, правда, а вот сейчас понимаешь, что маленькая? Да, она маленькая, действительно маленькая. Вот, наверное, снять нет ощущения, что маленькая, а тут фон, и вот-же как вот уже вот в октябре. Да, уже начинаются проблемы. И как-то здесь вот, если вот, ну, я как бы, все, второму уже... Ну, хотя нет, если... Если меня подвинусь, пассажиры, Да, 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 то уже начинается как бы такое немножко толчаяя какая-то здоровая. Ну, так вот я еду, кстати, сейчас на центре, я хочу сказать, я еду, вот это вот убрать, вот так вот закрыть, в такую счастье я в Солярис еду. Ну, торпеда, вот она вообще очень похожа, если бы вот это портонарь, конечно, ну, собственно, а так-то, в принципе, вполне себе, знаешь, как это говорится, вдувабельный автомобиль, ликвидный. Я вот, честно, как вот все-таки представитель, так сказать, народа, я, опять же, полторусь от Сахи, я думаю, что у этого автомобиля будет успех на белорусском рынке. Будет. И это подтверждает то, что мы с тобой сегодня уже увидели несколько минут. Да. А они только-только-только, так сказать, зажглись на небосклоне, а уже, собственно, их начали брать. Покатались мы, покатались мы на нашей крете, посмотрели, как она управляется, как едет у нас 1.6, вот, вот эта комплектация простая, с балкой переднеприводной на механике. Ну, что вам сказать, мое мнение, мое мнение такое, что, ну, всегда решают, во-первых, всегда решают деньги. На самом деле, бабло всегда главный фактор, потому что эта машина стоит существенно дешевле, чем полноприводная, и ее из-за этого, только из-за этого будут брать охотнее всего. То есть, ее будут разбирать, ее будут покупать только потому, что она стоит все дешевле. Потому что многим людям актуально внешний вид, модный, современный паркетник, с такой, как бы, довольно интересной формой, честно говоря, ну, скучный, простой, такой унисекс, я ее так называю, да, кому-то это, конечно, нравится, кто-то будет только ради этого, ради паркетного кузова модного покупать эту машину. То, что 1.6, то, что мне не понравилось по динамике, хотя я померил, получилось 10.9, но объективно на трассе он, конечно, туповат, и на обгонах будет трудно, но все равно будет покупать. Как бы я не говорил, что балка немножечко на трассе, она не так уверенно стоит, ну, мне кажется, мало это, что изменит, на самом деле, в новых продажах. Да, я могу эти факты констатировать, но такое мое мнение. А ты что, скажешь? Ну, что я скажу? Я скажу, что в целом, в целом, я с тобой солидарен. Главное сейчас, я, как я уже повторюсь, опять же, что главное для людей сейчас все-таки психология потребительская у нас в стране активно меняется последние 3-4 года, действительно. И люди стали, конечно, обращать свои взоры в сторону новых автомобилей. Перед нами, конечно, пример нового автомобиля, не самого крутого, самого такого, расфуфыренного, но, тем не менее, достойного нового автомобиля, на который стоит обратить внимание, с бюджетом, там, в районе, да, 15 тысяч сотовых единиц, наверное, так, да? Ну, где-то плюс-минус, да. В этой машине есть что? В принципе, достаточный уровень комфорта для городского автомобиля. Для городского автомобиля. Мне дорожье, это не его тема, не его. Спокойная, размерная езда, стояние, передвижение, у пробках, это его. Но механика, есть у реакции на автомате, как бы, так что уже? да и с механикой нормально. Нормально переключается, нормально. Привыкнете, привыкнете. Можно кучу вот косяков находить, вот зазорчик, допустим, вот здесь зазорчик идет вверх, по двери, там, вот, 5 миллиметров, здесь почти, почти сантиметр, вот здесь вот. То есть, есть нюансы, есть нюансы по кузовным элементам, на самом деле, но, как я уже говорил, машина только стала на рынок, возможно, что-то еще исправится. Возможно, а возможно не исправится, не знаю, можно ухудшиться. Может, да, может и ухудшится, но в любом случае, эту машину, мне кажется, покупать будут в любом случае. Ну, она симпатичная, то есть, симпатичная, как бы, да, действительно симпатичный, нормальный, современный, современный автомобиль, современный двигатель, современный салон. Да, он скопирован уже, передрали там 8 раз уже, то есть, ничего нового, там, супер, мега я не увидел, но автомобиль в целом приятный, приятно держать его за руль. Себе купил. Себе, честно? Честно. Ты что, ты сдурел, не, я не то, что не, я бы, если подарили, взял бы, а ты? А я паркеты не люблю. Ну, паркеты не люблю. Ладно, на этой херне заканчивай наш тест-драйв, все, ребята. Все, всем, все доброго, до новых встреч. До видения, ревуар. Да, вообще, не надо сказать. Нормальный. Субтитры сделал DimaTorzok